всем здравствуйте сегодня мы с вами научимся вязать бабушкин квадрат от угла меня зовут ирина невзорова вы на моем канале школа вязания где мы учимся вязать крючком ко мне в соцсети поступила от вас вот такой вот вопрос как же связать по картинке вот такой вот бабушкин квадрат кстати мне пора уже делать рубрику да вижу по вашим просьбам я с удовольствием разобрала для вас сегодня этот мотивчик да это обычный бабушкин квадрат связанный от угла не из центра как самый самый обычный да а именно от угла но принцип столбиков тот же самый остается и здесь более большой до квадратик по размерам я вам дальше покажу как сделать его большим маленьким и посмотрите такие квадраты очень классно смотрятся когда они связаны из секционной пряжи да то есть когда мы не меняем пряжу да мы видим смену цвета по диагонали то есть не из центра да мы идем а смена цвет у нас идет по диагонали очень красивые полоски получаются вот здесь я использовала пряжу альзы было и и дальше я покажу сейчас как связать такой квадратик и так с чего мы начинаем конечно же с угла и будем прибавлять наши веерочки затем мы будем их убавлять чтобы у нас получился вот такой вот квадратик возьмем и другую пряжу вот это ализе белла секционного окрашения и будем вязать из нее здесь вы можете вязать сколько угодно рядов то есть смотря какой большой вам нужен квадрат здесь у меня 7 рядов можно и 14 15 связать сколько хотите то есть у квадрат будет просто больше по своему в диаметре больше итак приступим для начала мы наберем 4 воздушных петли 1 2 3 4 замыкаем их в кольцо вот таким образом делаем 3 воздушных петли подъема эти три петли будут считаться у нас за один столбик и всего нам нужно сделать их 5 3 как бы с самого веерочка и 2 кромочных получается вот одну мы сделали теперь 4 столбика с одним накидом 1 3 4 и так и все вот они 3 и 2 кромочных дальше мы поворачиваем вязание делаем 3 петли подъема и теперь между последним и предпоследним да вот сюда мы делаем еще три столбика между кромочной и lorsque дальше мы опять ищем кромочную вот наш веро чик из трех вот кромочная и между ними вяжем еще три столбика 2 и 3 нам нужно обязательно кромочная вот мы здесь набрали петли подъема этой кромочная поэтому четвертую делаем туда же вот уже треугольничек получается переворачиваем наше вязание делаем опять раз два три петли подъема и опять между последней и предпоследней петли мы опять делаем веерочек из трех столбиков с накидом 1 2 3 дальше между веерочками делаем еще три раз два три и опять между кромочной и веерочкам прям вот сюда 3 и 1 4 столбика получается 1 2 3 4 и вот таким образом идет у нас треугольник на увеличение вот если отсюда смотреть вот так вот он идет на нужное количество наших рядов да то есть еще раз повторюсь переворачиваем 3 воздушных петли дальше между двумя первыми петельками вот кромочная мы провязываем 3 столбика с одним накидом затем эти веерочки как в бабушкиным квадрате мы между веерочками провязываем 1 2 3 и сюда 1 2 3 и здесь опять между кромочной веерочкой то есть хватаем вот эту петельку и в нее опять 4 столбика с одним накидом как бы 3 столбика веерочка и 1 столбик наша кромочная вот так в таком маленьком квадрате ки у меня 7 рядочков сейчас я тоже здесь свяжу может чуть побольше может 3 . в 10 вот таким же способом у нас будет на расширение идти нужное вам количество рядов вот пожалуйста 10 рядочков да у нас половина получилось нашего квадратика да по сравнению с семи рядами этого квадратика как же мы идем на уменьшение очень просто мы делаем 3 петли подъема и теперь мы провязываем не между до кромочной и нашим веерочком а веерочек пропускаем 1 и дальше провязываем только между первым и вторым веерочком и так мы идем по диагонали получается до квадрата по диагонали квадрата веерочками из трех столбиков с накидом вот я их сейчас провязываю вместе с вами я надеюсь и мы идем на другую на другой угол уже получается квадрата по диагонали и там в конце мы тоже с вами пропустим один веерочек смотрите как интересно вязать секционной пряжей дали когда цвета меняются очень интересно следить за этим и так вот мы провязываем с вами раз три столбика остается 2 и веерочка 1 и 2 и вот мы здесь провязываем между ними последний веерочек в этом ряду и сейчас если мы шли на расширение мы вы провязали еще здесь но мы не будем этого делать мы сделаем просто столбик с накидом 1 вот так вот переворачиваем наше вязание делаем 1 2 3 петли подъема и то же самое что мы делали в предыдущем ряду мы один веерочек пропускаем и между первым во вторым делаем 1 веерочек и также мы идем следующие раз два также мы идем до конца ряда нашего я вижу быстро уже наверно умеете вязать эти столбики если не умеете попрактикуйтесь на других уроках нашей школы есть целый блок по изучению простых петель я хочу дойти до конца и показать вам то же самое что и в первом ряду на уменьшение вот смотрите здесь у нас остались два веерочка между ними мы делаем последний в этом ряду и между веерочком и тремя петлями подъема сюда прям вот в эту арочку делаем столбик с одним накидом переворачиваем опять три петли подъема опять между двумя столбиками также делаем веерочек то есть не столбиками а веерочками и так далее то есть мы всегда пропускаем и благодаря вот этому у нас появляется уже сторона квадрата да вот посмотрите уже стороны проглядываются и сейчас мы с вами свяжем вернее вы самостоятельно свяжите мы с вами свяжем до конца вот до последней петельки вот это до последнего веерочка я покажу как завершать вот такой квадратик у вас в итоге должен получиться вот такой здесь как мы заканчиваем 3 петельки подъема мы просто переворачиваем вяжем 2 петли подъема то вот три петли у нас получается веерочка две петли подъема вяжем до замыкаем в последний столбик соединительной петелькой делаем еще одну вытаскиваем ниточку все наш бабушкин квадрат от угла готов вот посмотрите чем они отличаются чем больше у вас столбиков на расширение рядов на расширение тем больше становится квадратик вот такой вот интересный способ спасибо вам за хорошие вопросы которые вы мне задаете да очень интересно разбираться и показывать вам что же в итоге должно получиться вяжите вместе с нами пишите в комментариях пробовали ли вы такой узор уже вязать может быть будете вязать а может быть ни разу не сталкивались мне все все очень интересно вяжите с удовольствием всем вам легких петелек пока пока